Что, ребята, внесу я свою скромную лепту в Elden Ring и расскажу про то, как формить как формить вот эту красивую бронь как формить еще одну бронь рыцаря расскажу вам, как это сделать и что для этого нужно опять же, я один из немногих по самой игре я расскажу позже свое впечатление, потому что я всегда рассказываю когда сам пройду когда сам все испробую и тогда уже свое мнение высказываю поэтому никакой не покупной блогер, да? давайте теперь про фарм я, конечно, поражен и в шоке потому что видео на ютюбе огромное количество про Elden Ring а про то, как формить как получить красивую бронь вообще не найдете вы и разобраться в этой механике тоже довольно-таки непросто для этого нужно очень мало времени расскажу я про то во-первых, что влияет на то то, какие предметы вам выпадут то есть здесь в Elden Ring да, все, что вы видите на врагах в принципе, все это с них дропается и все это можно одевать и выбивать из них дропается в плане того, что убивая моба дропается с определенным процентом от чего этот процент зависит я говорю, я перерыв по ютюбе чтобы понять это пересмотрел огромное количество иностранных сайтов ну, во-первых, смотрите есть такая вещь, как статус вот в статусе есть показатель колдовство вот это вот колдовство оно влияет на удачу причем я вам скажу так здесь на самом деле так сделано, что повышая колдовство на единичку у вас удача на единичку всего лишь повышается а на самом деле здесь удача максимальный показатель 300 поэтому сами подумайте сколько нужно прокачать колдовство чтобы у вас была удача 300 при удаче 300 с 10 убитых рыцарей я смотрю ролик падает где-то 7 раз вещь какая-то определенная запчасть от этого рыцаря поэтому сами подумайте какой здесь дисбаланс в плане вот этого навыка да, и удачи давайте теперь покажу приду на приду на костер да, и покажу вам повыше уровень и вы увидите как зависит колдовство и удача и поймете, что блин, качать ее это довольно-таки странный труд смысл еще в том, что довольно-таки непросто здесь если вы в этой игре закосячите свою прокачку то где-то на середине игры вы просто застопоритесь и вас будут убивать обычные мобы и вы не сможете оружие новое брать вам надо будет качаться очень много и в середине игры дело в том, что стоимость прокачки увеличивается и она уже будет настолько дорогая что вам просто проще будет игру заново начать это вот самое опасное в этой игре поэтому думайте об этом здесь очень важно прокачивать правильно свои скиллы ну, свои перки можно так сказать или показатели смотрите повысить уровень я могу повысить уровень смотрите у меня уровень 45 мне надо уже 13000 рун так вам для сравнения тролль здесь стоит 1000 причем на начальных этапах троллей не так-то просто убивать я с хорошей прокачкой по гайдам тролля могу убить но при этом мне их надо сколько там завалить по 20 штук убивать смотрите вот колдовство оно как я говорил влияет на удачу смотрите всего лишь на единичку повышается это просто пиздец я когда это увидел меня просто уже блять сошел а максимально в игре 300 да то есть при 300 дроп я бы не сказал что даже стопроцентный то есть здесь в этом плане очень все жестко и жестоко но я естественно не буду прокачивать колдовство мне нужно прокачать интеллект так вот в чем как же решить эту проблему смотрите при вот моем например при моем уровне до колдовства мне в принципе ничего не дропается то есть при моем уровне колдовства я чтобы я эту бронь не смог выбить я реально где-то недели две каждый раз убивал вот такого рыцаря как я вот в броне и мне с него практически ничего не падало поэтому если у вас колдовство девяточка или десяточка или двенашечка даже не думайте что вам что-то выпадет дропа будет никакого как же тогда решить эту проблему с этим дропом смотрите в игре есть предметы которые повышают данное колдовство что это за предметы вы в принципе можете найти в роликах я на этом не буду останавливаться эти предметы они находятся далеко по игре а вещи хочется уже сейчас одевать и рыцарей которые здесь на уровнях есть они в принципе вы их уже можете убивать что же нам нужно сделать для того чтобы дальше продвинуться да и повысить свою удачу в игре есть очень интересный предмет я вам покажу этот предмет можно создавать и называется он птичья лапка позолоченная птичья лапка и маринованная птичья лапка ну или серебряная вот она состоит из трех компонентов которые встречаются в игре ну во первых рябина она встречается везде у вас ее будет просто навалом и она еще падает с обычных мобов серебряный светлячок он находится вот в данной пище в данном данже вот в лесных пещерах или под скалой или в лесной пещере в одной из этих там есть камешек со светлячками проще проще всего именно вот здесь их фармить вот там именно серебряный светлячок обращите внимание светлячки есть еще и другие дальше самое сложное да это найти лапку так вот я у парня одного подсмотрел спасибо вам большое лапки фармятся вот здесь сейчас я вам покажу но это еще пол всей ситуации я вам вы еще пофигеть от того как тут дальше все развивается это все ради брони причем это броня только вот по крайней мере этих рыцарей которых я вам покажу смотрите где находятся лапки лапки падают с птичка вам нужно пойти на плачущий полуостров плачущий полуостров вы когда игру начинаете вы сначала лучше всего пройти вот этот полуостров да все зачистить а потом пойти вниз на плачущий потому что на плачущий в принципе могут точно такие же практически как на верхнем они не очень сильные ну вернее они начальному уровню все подскакиваем и вот здесь этих пивничков нам нужно убивать сейчас я покажу что надо делать но мяч мне не нужен будет мне нужен будет арбалет и начинаем расстреливать птичка и и Арбалет, который не пробивает двух птичек. Видите, с них падают лапки. Вот это самый важный ресурс, который нам нужен. Сегодня даже лапок много. И так мы собрали. И получается 5 лапок. Теперь создаем. Вот здесь видите золотые светлички. Кстати, вот с этой лапкой можно фармить. Но он на самом деле не очень много дает добавочного фарма. Смотрите, теперь вот у меня есть лапки. Создаем их. То есть можно сделать 5 лапок. Это даже очень неплохой улов. Все, ставим их в менюшку. Главное не просыхать иногда в кнопках. И теперь нам нужно кушать данную лапку и фармить рицей. Куда мы идем фармить рицей? Это тоже очень важный момент. Очень важный момент. Смотрите. Для того, чтобы выформить ту броньку, которая у меня на мне находится. Дело в чем. Когда вы кушаете лапку, у вас есть примерно 2 минуты на то, чтобы убить как можно больше мобов, которые носят эту броню. Поэтому вам нужно найти такое место, в котором бы было скопление данных мобов и вы их за короткое время могли бы убить. Вот если мы говорим про данных рыцарей, то скопление этих рыцарей, оно находится... Естественно, когда вы перемещаетесь, лапка у вас сбивается. Это понятно. Вот здесь мост святых. Что мы делаем? Переходим туда и сейчас я вам покажу. Смотрите, во-первых, можно фармить башку с этого монстра. Что мы делаем? Мы берем и кушаем лапку. Смотрите. Перед этим я покажу вам, какой у меня сейчас статус. Смотрите, у меня удача 109. Это очень мало, я вам сразу говорю. Я этого рыцаря убивал 2 недели. Из него голова так и не выпала. Далее, едим лапку. Ням. А теперь смотрите. Удача 159. То есть, по сути, это если бы у меня удача была полтинника. Теперь можно убивать. Естественно, что будет удача качать. Суббил. Ну из него башка так и не упал. У нее шанс дропа у этой башки прям копеечный. даже слабко я его убиваюсь не дропается по сути у меня сейчас как будто бы моя удача прокачана там на 60 на полки естественно выкачав удачу на полкинг вы игру запорить я говорю сто процентов я тут могла выиграть чтобы не облажаться мало ли чо вот он рыцарь который нам вот с него выпал дроп большой щит выпал у меня по сути выжить также мне снова выпадал меч выпадала копье полный дроп этих рыцарей вы можете посмотреть на википедии принципе очень хорошая вики английская там прям и дальше смотрите куда мы бежим мы бежим смотрим что лапка еще действует на нас бежим за следующим рыцарем делать это нужно очень быстро добегаем до следующего лица вот его теперь нам надо заводить а с него ничего не тропнул жадный оказался в общем таким образом вы опять кушаете лапку и опять делаете то же самое это называется фарм предметов теперь следующий момент как дальше отфармить идем в башню бастиона так сейчас мы будем формить других рыцарей которые находятся в замке у них тоже очень хорошая красивая броня но я этот замок надрачивал я говорю неделю и реально мне ничего не выпало только просто наручи перчатки поэтому настолько маленький шанс дропа бежим теперь здесь на мы можем убить сразу трех улица и поформить но эти рыцари довольно таки опасны подходим кушаем лапку крадемся за ним вам с лапкой ничего не трогнулась мне уже выпало на данного лица доспех и его наручи но больше ничего не падало я вам говорю без лапки это практически нереально теперь бежим надо было конечно лить сразу поехали вниз нам нужно все сделать очень быстро для того чтобы лапка еще действовала и теперь бежим наверх ну конечно локацию нужно заранее зачистить перед тем как это все делать вот этого рыцаря надо ловить со спины он пиздец какой опасный ну и с рыцарей ничего не выпало смотрим что мы еще под лапкой бежим дальше третьего убиваем рыцаря если все сделаете правильно у вас времени хватит да 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 но вот так также еще здесь замки есть вот эти вот изгнанные есть альтернативные из них классные шлем другой немножко голова другая их также формите там есть можно двух формить но уже показывать не буду когда замок сами раскачать вы уже поймете ну и по сути я просто принцип показал